Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 133. Беседа о нем, как и многие другие, проходят в Московском Сретенском монастыре и записываются редакцией портала экзегет.ру. Псалом 133. Короткий. Он, вероятно, использовался за вечерним богослужением в Иерусалимском храме в древности. В нем подчеркивается двустороннесть отношений между общиной и Богом. И это единство основано на взаимном благословении. Псалом начинается с того же слова, которое заканчивало предыдущие, 132-й псалом. Первые два стиха начинаются и заканчиваются словами «благословите Господа». В них звучит призыв «благодарить Господа» за неспосланные блага и вразумления. Некоторые считают, что автор псалма обращается к священникам и левитам, которые несут в святилище свою ночную стражу. Но логично предположить, что адресатами гимна были не только клирики, но и миряне. Песня помещена в конце сборника песней восхождений, чтобы отпустить пришедших в храм людей домой с благословением священника. Иудейское предание предоставляет две возможные трактовки. Мишна говорит, что словами «благословения» приветствовали друду галевиты, а из текста Талмуда можно предположить, что все ночные бдения совершали миряне. Рассмотрим детальнее стихи данного псалма. Первый стих. Вместо слова «ныне» в исходном тексте, как еврейском, так и греческом, стоит «вот», которое призвано обратить внимание читателей. «Вот», посмотрите. В некоторых случаях это слово используется, чтобы подвести итог всему сказанному выше. Некоторые современные толкователи псалтыри полагают, что под «рабами господнями» имеются в виду священники, которые служили в храме паначан. Из списка значений слова «раб» ими выбираются указания на слугу, то есть на лицо, служащее в священном сане. В таком случае в двух половинках первого стиха они видят указания на два класса лиц священного сословия, а именно на священников и левитов. Другие комментаторы под «рабами господнями» усматривают рядовых евреев, умоляющих себя пред Господом. На то, что речь могла идти о молящейся в храме по ночам мирянах, в частности указывает текст «Септуагинты», в котором в параллели дому Господню, где служили священники, стоят дворы дома Бога нашего, где обычно молились миряне. В более поздних иудейских источниках можно найти свидетельство о том, что за богослужением праздника Кущей миряне пели и танцевали во дворе женщин, всю ночь до утра, держа в руках горящие факелы, а в это время стоящие на пятнадцати ступенях храма левиты играли им на музыкальных инструментах. Во втором стихе дом Господень называется «святилищем». Скорее всего, это указывает на святая святых в храме, где хранится Ковчег Завета. Возвести руки или благословить – это равнозначное указание на молитву и благодарность. Поднимание рук к небу впоследствии вошло в практику христианской молитвы. Следовательно, «воздвигните руки ваши к святилищу» означает, «поднимите руки ваши по направлению к самому святому месту на земле, чтобы прославить Творца неба и земли». Интересно, что в ранние христианские времена могли строиться храмы, и молящиеся могли обращаться не на восток, а в сторону города Иерусалим. В третьем стихе показывается, что в ответ на усердную молитву появляется благословение. Звуча слова «благословение» в адрес самих молитвенников. Традиционно для псалмов это благословение преподается с Сиона, то есть от лица живущего на Сионе Господа. Обращение в единственном числе «тебя» не означает, что благословение получает только один человек. Преподанное священником благословение относится ко всем поклоняющимся Господу на Сиону людям. Подведем итог. Песни восхождений, а это 15 псалмов с 119 по 133, передают чувства паломников, приходящих в Иерусалим несколько раз в году на главные религиозные праздники. В них описаны переживания каждого верующего человека, воззвание из глубины скорбей, недоумение перед непознаваемой тайной, признательность за подстраховку и безбрежное чувство благодарности Богу. Сион воспринимался древними паломниками как святое место, где Бог невидимым образом присутствовал среди людей. Сион служил центром религиозной и политической жизни нации, над которой долгое время царствовали потомки Давида. Создав небо и землю, Бог почил в день седьмой от всех дел своих. Но при этом Он не оставил мир без своего попечения. Бог неравнодушен к судьбе человечества, и особенно к тому народу, который Он искупил силой великой и рукой могущественной. Поэтому, как показывают псалмы восхождений, можно и нужно к нему прибегать в радости и скорби. Поклонение Господу в храме, которое сопровождали праздничные застолья, было основой уклада общественной жизни и семейных традиций в древности. В какой-то мере весь народ воспринимал себя как одну большую семью детей Господа. Хотя основой богослужения было принесение в жертву крупного и мелкого рогатого скота, волов, овец, козлов, песни восхождения оставляют в стороне юридическую и обрядовую сторону священодействия. На первый план здесь выходит само паломничество, которое в иудаизме мыслилось как физическое восхождение на гору Сион. А в христианстве – как духовное восхождение по ступеням добродетелей от бездны греха к Царству Небесному. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...